В Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. Сегодня ровно 10 лет с тех пор, как погибли эти люди на Майдане, которые свергали Януковича, ставленника Российской Федерации, который пытался присоединить, как мы теперь понимаем, был поставлен россиянами, чтобы присоединить Украину к России. Но это мы понимаем сегодня, а тогда это понимали те, кто вышел на Майдан. Мне трудно говорить про те события, потому что я тогда в Украине еще не жил 10 лет назад. Но сейчас живу, сейчас живу, и сейчас, мне кажется, эта история не закончена. История того Майдана 2014 года не закончена, а только продолжается. Вот когда в 2015 году был установлен этот день, День памяти, указан президенту Украины Порошенко, то там было сказано, что он устанавливается, этот День памяти Героев Небесной Сотни, с целью увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, которые изменили ход истории нашего государства, государства Украины. К сожалению, с тех пор не только 100 человек погибло ради всех вот этих целей. Не только 100 человек проявили вот эту человеческую, гражданскую, национальную отвагу. Сначала это были тысячи тех, кто погиб во время войны на Донбассе, сопротивляясь российским агрессорам в течение восьми лет. Сейчас, вот уже два года полномасштабной войны, и Небесная Сотня превращается постепенно в Небесную Сотню тысяч, а может быть уже превратилась. Я не знаю, сколько человек погибло на фронте, никто точно не знает, не говорит нам. Правильно делают я. Но я помню, что последний раз, когда мы знали более-менее достоверную цифру, это было 70 тысяч погибших наших воинов. Поэтому можно предположить, к сожалению, что сейчас это Небесная Сотня тысяч наших солдат, героев, которые гибнут за все те же ценности. Я понимаю, что речь может идти не только о тех, кто погиб на фронте, но и о тех, кто погиб в тылу. Только сегодня, прямо сейчас, сегодня 20-го утром, россияне. Боевым дронам «Ланцет» нанесли удар по жилому дому, обычному жилому дому на Сумщине. Это боевой дрон, который применяется против танков и так далее. Дрон «Ланцет». Но они сегодня ударили в Новослободское общение Конотопского района Сумской области. По жилому дому убили там семью из пяти человек. Всю семью полностью убили. Мать, двое сыновей, а также две родственницы. Бабушка и женщина, которая приехала из другого города. Так что Небесная Сотня тысяч, которые на фронте, к ней надо прибавлять еще тех, кто в тылу погиб. За то же самое и от рук тех же самых людей. Мне кажется, главное, чтобы все это было не напрасно. Вот прям главное. Главное, чтобы все это было не напрасно. Если бы тогда, 10 лет назад Небесная Сотня погибла, а сейчас мы бы отказались сопротивляться россиянам и сдались бы 24 февраля 2022 года, это бы означало, что те 100 человек погибли напрасно. Сейчас важно, чтобы была не напрасная гибель 100 тысяч, которые погибли уже в этой войне. А настроения в Украине разные. Я про это хочу начать с настроений. С каким настроением День памяти Небесной Сотни встречают украинцы? Опрос провели. Агентство Рейтинг. Опрос про то, какие ощущения, какие эмоции у украинцев доминируют. По данным опроса, выросло ощущение печали по сравнению с августом 2022 года. Печаль выросла с 29 до 39 процентов. Но тут я могу понять всех украинцев, потому что у многих в семье есть погибшие. Ощущение страха выросло с 11 до 21 процента. Вот это удивительно. То есть, по сравнению с 2022 годом, ощущение страха выросло. Стало страшнее в два раза. В два раза больше людей испытывают страх. Хотя, казалось бы, тогда были прям тяжелейшие, тяжелейшие дни, когда государство на волоске было от гибели. Гордость за свою страну. Гордость за свою страну, вы знаете, снизилась. Тогда, в 2022 году, в августе, 75 процентов украинцев испытывали гордость за Украину. Сейчас 56. Тоже, кстати, немало. Так-то вообще-то немало. Так-то вообще-то немало. 56 процентов. В какой стране 56 процентов испытывают гордость за свою страну? Вот так, в демократической, свободной, откровенно об этом говорят. Вот такая вот картина наших эмоций. Но, да, при этом среди тех, кто убежден в победе, выше доля гордости и радости за свою страну. А среди тех, кто не уверен в победе, преобладает печаль и больше страх. Ну, например, кто не уверен в победе, 25 процентов испытывают страх. Младшие поколения чаще испытывают печаль и гнев, чем старшие. С другой стороны, молодежь чаще испытывает заинтересованность относительно будущего Украины. Вот такие у нас эмоции. Такие у нас эмоции. И я хочу зачитать несколько ваших реакций ко вчерашнему видео, потому что они тоже передают ваши эмоции. Некоторые с именами, некоторые без. События в Авдеевке выбили из колеи. Мне прислали видео, где идет допрос наших ребят из Шостки, находящихся в плену. Один из них мой ученик. Плачу и молюсь за их спасение. Другой комментарий. Сегодня слышала рассказ женщины из Попасной. Она потеряла все свое благосостояние. Сын на передовой. Без слез это слушать нельзя. Люди, сегодня никто не может стоять в стороне. Вот такие эмоции. Такие эмоции. Вот Валентина пишет. Слезы сами текут. Наши воины, наши герои остались ранены лицом к лицу с врагом. Почему так? Почему их оставили? Вечная им память и вечный покой. Ну, Валентина, да. Вы знаете, что наших героев, которые остались там, ранены. Их расстреляли россияне. Об этом сообщила 110-я бригада официально. Причем 110-я бригада, которая отходила с этих позиций, она сообщила, что они были проведены. Ну, уполномоченными лицами были проведены переговоры с россиянами, которые обязались вот этих раненых сохранить им жизнь, взять их в плен, согласно всем международным законам. Но пришли и расстреляли. Троих идентифицировали, двух предполагают, я имею в виду бойцы 110-й бригады, один человек был из другой бригады, скорее всего. То есть, есть зафиксирован факт того, что шестерых россияне расстреляли. Хотя была договоренность о сдаче в плен. Натали вот пишет, у меня с пятницы глаза на мокром месте и душа ноет, сплошные трагедии. Навальный, Авдеевка, расстрел там раненых, предательство США, события в Польше, где брать оптимизм? Мужество Юлии Навальной впечатляет, женщина с большой буквы. Ну, до Юлии Навальной мы дойдем обязательно. Но я попробую ответить на вопрос, где искать оптимизм. Где искать оптимизм? Вы знаете, только в одном я могу искать оптимизм сейчас, в эти тяжелые дни. Когда мне не хватает оптимизма, я включаю интервью с нашими военными. Вот прямо не военными экспертами, а теми военными, которые на фронте и рассказывают, что происходит. И знаете, что я слышу? Я слышу бодрых людей, людей, которые способны шутить, людей, которые верят в успех, которые не сложили руки и не сложили оружие. И я понимаю, что я здесь в тылу не имею права не быть оптимистом. Вообще, вы знаете, пессимистам быть легко. Вот прямо легко. Легко быть пессимистом. Легко. Легко сказать, что ничего не получится. И вот сегодня день памяти героев Небесной Сотни. Эти сто человек, погибшие тогда на Майдане, они могли, увидев вот этих вооруженных охранников Януковича, всю эту полицию и так далее, сказать, не, ну слушайте, у них оружие, значит, мы расходимся по домам. Ничего не получится. Ну, а что тут можно сделать? Ничего. Они могли взять и разойтись. Все сотни тысяч, которые были на Майдане, могли сказать, не, ну все, оружие у них, что мы можем сделать? Вот как российская оппозиция уже с какого-то, с 11-го года говорит, не, ну что, ну вот же тут, они же с дубинками полицейские. Что мы можем сделать? Сделать ничего нельзя, говорят они. А вот наши воины на фронте как-то могут, и Небесная Сотня как-то смогла. У меня весь пессимизм, который, конечно же, на меня нападает периодически, ну а как вы думаете? Ну, конечно, когда я все это вижу, вот все, что вы перечислили, Наталья перечислила, трагедия, трагедия, говорит, Навальный, Авдеевка, расстрел раненых, предательство США, события в Польше. Все так, все так. Это все правда происходит. Ну ладно, у меня профессиональная обязанность сохранять оптимизм, потому что я должен придумывать те сценарии, в которых мы сможем победить и добиться успеха. Это моя такая профессиональная, считайте, деятельность. Вам же могу посоветовать правду, вспомните о наших воинах. Созвонитесь, если у вас есть знакомые, напишите им, вы увидите их реакцию. Они там не в слезах сидят, поверьте, не в слезах. Им очень тяжело. У меня однажды был такой случай, я, наверное, уже рассказывал, но я еще раз расскажу, потому что сегодня день памяти небесной сотни тысяч уже наших воинов. Я вышел как-то в эфир на канале Грэм в плохом настроении, в плохом именно вот в этом самом пессимизме. Но действительно обрушилось огромное количество плохих новостей, и я как-то позволил себе пессимизм. И кто-то меня там спрашивает даже, а что-то вы сегодня в плохом настроении? Я говорю, ну да, вот так, так и так. И тут одна женщина написала просто в чате канала Грэм. А, да, Михаил, то есть у вас из-за этого плохое настроение? А вот у меня муж сейчас в Бахмуте, в окопе, у него нормальная. И я понял, что вот так, вот так приобретается оптимизм. Не, вчера серьезно, я вот когда мне стало плоховато от всех этих новостей, включил интервью, включил интервью с нашими военными. Не с экспертами, а с теми, кто реально воюет. И, кстати, письма их родных меня тоже вселяют оптимизм. Я сегодня, наверное, не буду зачитывать, хотя, может, и буду еще, но вот я там одно большое письмо, меня попросила девушка, у нее муж на фронте, отложил на субботу. В субботу, как вы знаете, у нас будет специальный стрим, посвященный исключительно двухлетию войны, то есть не текущим событиям ни в коем виде, а по вашим многочисленным просьбам зрителей, в субботу будет специальный стрим в 19.00, где мы просто будем вспоминать войну. Считайте, ностальгия, два года ностальгии. Вот там я это письмо и зачитаю, потому что эта девушка просила именно на этом стриме зачитать это письмо. Чтобы не пропустить, кстати, стрим, нужно подписаться на канал Штюльман за последние сутки. Кстати, удивительные вы люди у меня дорогие, вот вы тоже вселяете в меня оптимизм. Вас ведь что не попросишь, вы тут же сделаете. Помните, я вчера попросил, чтобы две тысячи подписчиков за день собралось, да? Вчера было 360 тысяч. Я говорю, а можете две тысячи подписать? Не тысячу, а две. Всях, 362 тысячи подписчиков. То есть да, вы выполнили мою просьбу. Я сегодня с такой же обращаться не посмею, но скажу просто, чтобы поддерживать оптимисты друг к другу и во мне особенно, подпишитесь на канал Штюльман прямо сейчас, чтобы стало сегодня хотя бы 363. Я уже за две не прошу, но одну можно. И поставьте лайк, конечно. Напомню, как всегда, я обязан это напоминать каждый раз. Я считаю, что лайки ставятся отнюдь на канале Штюльман. Это единственный такой канал, где лайки ставятся не для того, чтобы как можно больше людей услышали полезную информацию. Я не сообщаю никакой полезной информации. Поэтому лайки ставятся для того, чтобы удовлетворять мое эго. Эго Штюльмана, мой эгоцентризм, мой нарциссизм. Подписка для этого же оформляется. Не для какой-то пользы общественной. Ни в коем случае. Я никогда не говорю, что я приношу общественную пользу. Не приношу. Просто ставьте лайк. Продолжаем пока еще разговор про настроенческий. Настроенческий. Здравствуйте, Михаил. У меня к вам вопрос, но пишет моя постоянная зрительница. Как к политологу. Я в политике совсем не разбираюсь. Приближается срок окончания полномочий Зеленского. Думаю, что уже 1 апреля начнутся вопли про нелегитимного. Вначале русня и парохоботы. Потом сомневающиеся. Потом начнутся наши традиционные срачи. Мы переключимся на бои в рукопашную. И Запад посмотрит и скажет. Зачем этим психам помогать? Они с головой разобраться не могут. Очень переживаю, что ситуация тупиковая. И Зеленского перестанут так охотно принимать. Ну, видимо, в мире имеется в виду. В этот момент Авдеевка покажет не самым большим горем. А потом, как снежный ком по кругу. Отступление, народный гнев, срачи, урезание помощи. Ведь не только Путин нарушает все соглашения. Запад всегда найдет способ аннулировать контракт. Если ему это выгодно. Вопрос. Вопрос. Есть ли что-то, что поможет к этому подготовиться? Как скоро появятся мемы прелегитимного? И вспыхнет народное недовольство. Будут ли Майданы по типу заложенного президента? Отвечаю. Значит, во-первых, я сразу скажу, что это я просто зачитал письмо. Это не мое мнение, да? Я не называю людей порохоботами, тех, кто сторонники Порошенко. Есть сторонники Порошенко, есть сторонники Зеленского. Это нормально в демократическом обществе. И среди моих зрителей есть сторонники самых разных кандидатов в президенты. Это тоже. Я за всех. И я уже не раз говорил, что будет Порошенко президентом, или Залужный, или Зеленский. Вот кто будет во время войны президентом, того я и буду поддерживать в это время. Потому что он будет отвечать за всю страну. У меня с этим все просто. Но это как бы необходимый, я считаю, политический комментарий был к этому заявлению. Но что-то поможет подготовиться или нет, спрашивает девушка. А вот только одно, давайте заранее про это говорить. Потому что я уверен, что во всем, что вы предсказываете, все так и будет. Но только это будет забрасываться к нам из Российской Федерации. Из Российской Федерации будут забрасываться какие-то истории о том, что кто-то там нелегитимен, что мы должны пройти выборы. Нам уже всякие вот эти маскирующиеся под либералов, всякие люди из России рассказывали, что мы выборы обязаны проводить. Помните такие рассказы? Не сработало, не смогли они нас обмануть. А пытались ведь, как пытались, да? И вот это все тоже будет. И обвинять будут, и скандалить, и все что угодно, и народный гнев, и срачи, и так далее. Но как этому противостоять? Ну, знаете, Васька слушает, да ест. Вот как наши солдаты на передовой говорят, мне пишут, а мы воевали, воеваем и воевать будем. Нам не важно, кого нам назначили главнокомандующим или кто там у нас президент. Мы воевали, воеваем и воевать будем. Поэтому просто, когда мы вслух это сказали, мы уже отчасти хотя бы на миллиметрик, но все это обезвредили. Будут ли, кстати, Майданы? Нет. Вот это единственное, что нет. Потому что настоящий Майдан – это народное движение. Это нельзя инсценировать или инспирировать из-за границы, из Российской Федерации. Настоящий Майдан невозможен. Только фальшивый. Но фальшивые не работают. Нет, нанять за деньги кого-то, наверное, кто-то наймется. Но это и все. Я поэтому специально все это огласил. Перед тем, как огласить результаты опроса еще одного. Вот то был опрос агентства рейтинг, а вот вам вопрос агентства КМИС, Киевский международный институт социологии. И вот что интересно, значит. Вот какие тут задавались вопросики. Сейчас я вам скажу. По сравнению с декабрем 23-го к февралью 24-го. В декабре 23-го 34%, то есть треть украинцев, считали, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним президентским сроком. Сейчас в феврале так считают 43% украинцев. То есть почти, ну, уже ближе приближается к половине. Хотя 53% считают, что он может и дальше участвовать в выборах. Но видите, выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен этот срок побыть, и на этом все. Срок это же не до апреля. Срок это до конца войны, как вы понимаете, речь идет. Потому что у нас сейчас военное положение. Мне кажется, что я лично, если от меня спросили, я бы тоже так ответил, что один срок, правда. Я бы ответил, почему. Потому что Зеленский сам сказал, что он не будет выдвигаться после войны. Что если выбора во время войны, то да, но выборов во время войны не будет. А после войны, говорит, я не буду. И я его понимаю. Если человек сможет выиграть войну, ну куда ему еще браться за перестройку Украины и за какие-то другие задачи. Мне кажется, человек будет достоин того, чтобы заняться другими какими-то делами. Если он сможет это все осуществить. Поэтому я как раз на стороне тех, кто считает, что да, один срок, но любой продолжительности. Пока война идет, столько и срок длится. Хоть 10 лет, но один раз. Вот. Теперь по поводу того, это вот насчет того, что россияне будут нас провоцировать, чтобы мы тут выборы устроили. Так вот. Только 15% украинцев считают, что нужно провести выборы. Только 15%. А 69% считают, что Зеленский должен оставаться на посту президента, вместо того, чтобы проводить выборы. Вот так. И провести выборы только после отмены военного положения. То есть после окончания войны. И вот тут прошу заметить. Вот это называется. Украинцы не поддались на провокации. Вот в буквальном смысле. То есть понятно же, почему упала популярность Зеленского сейчас по сравнению с декабрем. Из-за увольнения заложенного. Из-за возможно чего-то еще, но в принципе из-за увольнения заложенного. Мы это знаем, все опросы это показывают. Процентов там на 10, грубо говоря, популярность упала. Окей. Так, так. Он знал, что так будет. Он на это пошел. И так оно и вышло. Значит. Но от этого не выросло число украинцев, которые сказали, давайте проведем выборы. Вот просто буквально не выросло. Прям снегу рачка. Вот тогда осенью было много опросов. Миллион штук. На тему давайте проведем выборы. И максимум в них было 15% за выборы. Остальные против. И сейчас то же самое. То есть украинцы, оказывается, не дураки мы. Нас, оказывается, намекинет. Не проведешь, товарищи провокаторы. Мы по-прежнему против того, чтобы выборы устраивать в воюющей стране. Когда все кандидаты сейчас на фронте. И, кстати, будущий президент тоже сейчас на фронте. Я не знаю, как его зовут. Ну, либо уже вышел. Ну, понятно. Либо уже был на фронте. Либо сейчас на фронте. И будущий президент. И значительное число будущих депутатов тоже, я думаю. Вот так вот. Вот такая вот интересная социология. Еще быстро. Несколько еще ваших замечаний ко мне. Они правдивые. Поэтому я их зачитаю. Вот Silent Mist пишет. Вы не правы, Михаил. Это мою вчерашнюю реплику про Польшу. Вы не правы. В Польше хватает этой швали. Имеется в виду российских агентов. Даже целая партия конфедерации этих сволочей. Все ими есть. Русский след. В этих всех протестах есть. Это я вам с Варшавы пишу. Живу тут с 90-х. Пишет Silent Mist. Дальше. Риста пишет. Выяснилось, что Россия в Европу продала зерна больше, чем Украина. Вот вам и российский след. Я проверил. Ну, не знаю больше ли, чем Украина. Но факт, что поставки зерна в Европу из России идут и только увеличиваются. То есть, Европа покупает ворованное украинское зерно. Ворованное. Потому что в России, ну как вы отличите, это ворованное или нет. Любое российское зерно, оно уже ворованное. Потому что они в Украине украли урожая зерна. Физически вывезли, украли. Вот. И, в общем, я получил огромное количество писем реально от тех, кто живет в Польше. Признаю, был неправ, не разобравшись. Сказал, что там нет русского следа в этих польских акциях, когда они там не дают нашим автобусам ехать и резервную заезжать. Видимо, есть. Видимо, есть. Вы правы, дорогие мои. А я был неправ. Точно так же я еще ошибался в двух вещах. Ошибался. А однажды был неправильно понят. Я за последний имею в виду выпуск. Я ошибался, когда называл премьера Голландии Рюге. Хотя он Рюте. Ну, простите меня. Так сказать, не разглядел буквки. Марк Рюте. Марк. Надеюсь, теперь я не ошибся хотя бы в имени. В общем, Рюте, премьер-министр Нидерландов, который станет генсеком НАТО, скорее всего. Не Рюге, а Рюте. Прошу запомнить. Второе. Вице-президент США Камала Харрис, а не Камилла Харрис. Камилла, как мне написал этот зритель, ну, с юмором человек мне указал на мою справедливую ошибку, что не Камилла, а Камала Харрис. И пишет. Вы перепутали, наверное, потому что жена принца, ну, короля точнее, короля Чарльза Третьего, ее зовут Камилла Паркер Боулс. Не, я не с ней спутал. Я спутал с Камиллой, которая из фильма «Табор уходит в небо», которая руководила таборами и торговала крышками для консервов. Я с той Камиллой спутал. Думал, что Камиллу назвали Камиллой Харрис в честь фильма «Табор уходит в небо». И муж у нее, наверное, Будулай. Но нет. В общем, короче, Камалла Харрис, если что. И последнее. Сергей написал, что, мол, вы не правы, Михаил, не вели в США захватническую войну в Вьетнаме. Сергей, это не я говорил, это Медведев говорил, а я цитировал Медведя. Вот поэтому сбил вас с толку, простите, ради бога. В чем виноват, это в сбите вас с толку. До войны мы обязательно доберемся. На войне происходит событие, мы туда тоже доберемся. Но сейчас большой-большой есть резонанс по Навальному. К сожалению, кстати, я в шоке от отсутствия резонанса в толком на Западе. В шоке, прям, серьезно. В смысле, это все, что они могут? Это все, что они сделали? Но есть люди, которые добиваются этого резонанса. И таких людей несколько. Один из них – это сам Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович издал вчера указ, наконец-то, и наградил убийц Навального. То есть, как убийца главный он, заказчик он, Песков и так далее. Но он наградил исполнителей убийства Навального. Вчера он прямо издал указ президента Российской Федерации, в котором присвоил звание генерал-полковника, заместителю директора ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, то есть начальника всех тюрем, Бояринцеву Валерию Геннадьевичу. Вот так стало известно имя убийцы, которому, собственно, заказал Путин убийство Навального. Также стало известно имена, так сказать, более глубоких исполнителей, потому что присвоено звание генерал-лейтенанта, то есть уже пониженный полковник, заместителю тоже директора ФСИН Розину Александру Николаевичу, присвоено звание генерал-майора, начальнику управления делами ФСИН Шароватову Дмитрию Викторовичу, и присвоено звание генерал-майора, начальника управления кадров ФСИН Федору Александру Владимировичу. Вот теперь стала известна вся преступная группа, полный состав тех, кто убивал Навального, потому что Путин их наградил. В России этому как-то российская оппозиция даже удивилась, тому, что так можно было, а мы в Украине, мы это знаем. Вот если в России вы еще не знаете, то расскажу вам, что когда, вот это были, по-моему, десантники, российские десантники, которые стояли в буче, они расстреливали мирных жителей, со связанными руками стреляли в затылок, они насиловали там женщины, детей, русские солдаты, офицеры вот эти, после чего, когда наши их выбили из буча, и обнаружили все эти убийства, и все эти казни, и все эти бесчинства, то Путин пригласил к себе это подразделение, и наградил этих как героев, и присвоил этому подразделению звание гвардейца, гвардейская, то есть теперь это гвардейская дивизия, педофилогвардейцы, как их назвали тогда, и с тех пор называют, педофилогвардейцами, ну а теперь вот, поэтому мы не удивляемся, когда Путин открыто награждает убийц, конечно, он знал, он это поручал, он поручал людям в буче вот это все делать, теперь он поручил убить Навального, и наградил героев, но это только с одной стороны реакция, вот это реакция со стороны Путина, есть реакция, начну, наверное, с поэзии, начну с поэтической, а потом перейду к политической, ну чтобы немного нас всех расслабить, это уж больно у нас напряженные последние деньки выдались, поэтическая реакция, поэтическая партия надо сделать вообще, раз есть поэтическая реакция, и я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального отсутствия смысла, и тупо из осторожности, но теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности, его точно убили вы, я не знаю как именно, измором травили по капле, а может прикончили сразу, пусть сделано это было руками другими, но понятно даже ежу, по чьему приказу, такое в стиле Маяковского, но написал это Семен Слепаков, российский, не оппозиционер, кстати, вообще ни разу, наоборот, человек, который уже в момент, когда Путин вовсю убивал украинцев, в 2017 году, рассказывал, что он очень любит Путина, что ему нравится Путин, что ему всячески нравится президент Российской Федерации, он рассказывает в интервью Юрию Дудзю, но, как говорится, прозреть же лучше поздно, чем никогда, я правда считаю, что лучше пускай человек прозреет поздно, пусть он даже Слепаков, а станет зрячим, вот даже Слепаков стал зрячим, даже Слепаков прозрел, такая вот получилась, извините меня, игра слов, и Слепаков опубликовал у себя в инстаграме такие слова, и заметьте, что он прямо и ступо из осторожности не наезжал на Путина, но теперь после убийства Навального все-таки решил Путина обвинить, человек, который его очень недавно поддерживал, вот так он теряет все-таки определенным образом поддержку, этот Путин. Продолжение следует...